Богдан отправился на Тавриду-2019 с конкретной целью – получить грант на реализацию проекта «Юниорка-31». Его суть – привлечение в клуб веселых и находчивых школьников со всего региона. С подобными программами было много участников, но Богдан с порога заявил конкурсному жюри, что его проект не такой, как остальные. Там сидят, получается, три эксперта, и они сразу начинают изучать проект, смету и тому подобное, они сразу на тебя не смотрят. И тут должна быть, наверное, какая-то коронная фраза, чтобы они подняли на тебя голову. Я вам расскажу, чем будет отличаться мой проект от всех вот этих ста проектов по КВН. И они действительно после этой фразы подняли голову и начали смотреть, ну-ка давай, дерзкий, расскажи там, чем же у тебя будет отличаться. Пришел, увидел, убедил. Грант был в кармане, дело оставалось за малым – реализовать проект. У Богдана был четкий план, за это жюри и отдала ему предпочтение. В итоге, спустя пару месяцев в каждом районе и округе появилась своя – школьная лига КВН. На сегодня по области прошло порядка 70 игр, в которых приняли участие более полутысячи ребят. 42 школьные команды. То есть, в принципе, это показывает то, что школьный КВН самим школьникам интересен. То есть, это не были те команды, которые, знаете, как обычно, там заставили руководить или нужно выступить, потому что нужно получить там грамоту. Нет, это было 40 команд точно, которые хотели сами этим заниматься и которым это было прежде всего интересно. А вот Диана свой проект, к сожалению, не дожала. Зато отдохнула, зарядилась энергией, а самое главное – заявила о своем таланте. Девушка любит петь. Выступление ее команды на Тавриде оценил заслуженный артист России, руководитель музыкального коллектива «Фонограф» Сергей Жилин. Его предложение было неожиданным. Так получилось, что Сергей Жилин захотел увидеть этот номер на своем концерте в Москве, в Кремлевском дворце. И мы выступали там 11 декабря, вот, на сцене Кремля. Я стала более активной, более уверенной в себе. И сейчас я, ну, пребываю на различных площадках, на которых я даже как бы не представляла, что я буду. Набор участников на Тавриду 2020 уже стартовал. Там ждут творческих, креативных людей, которые хотят получить свою минуту славы и сделать этот мир ярче. Чтобы стать участником, необходимо подать заявку на официальном сайте форума. tavridafest.art Таврида – это Крым, это море, это солнце, это творчество 24 на 7. Это самые крутые, талантливые молодые люди России, с которыми ты можешь общаться вот так на расстоянии вытянутой руки. Это самые крутые эксперты в области культуры и искусства, которые разговаривают с тобой и за чашечкой чая или кофе. Это очень круто, это большие возможности, где ты можешь оставить свой след не только в Крыму, на Тавриде, но и в принципе в культуре и искусстве Российской Федерации. А еще это бесплатно. Глеб Дудкин, Павел Емелин. Такой день на мире Белогорье. О-о-о-о, ла-ла, таврида, о-ла-ла-ла-ла-ла, таврида. Все танцуют босиком на песке. Даже три раза. Редактор субтитров А.Семкин